Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я поговорю с вами на тему сбора, собственного сбора семян с томатов. Многие увлечены собственным сбором семян, это выгодно, не надо мотаться по магазинам, искать понравившийся сорт. Семена надежны, хорошо всходят, подготовлены, вы точно знаете, что не будет пересорта. В общем, преимуществ у собственного сбора семян с томатов достаточно много. Мы уже говорили как-то на канале о том, как обеспечить чистосортность семян, а также о том, стоит ли собирать семена с гибридов первого поколения. Сразу скажу, что ответ на последний вопрос, стоит ли собирать семена с гибридов первого поколения, не такой однозначный, как точно нет или вполне да. Очень все зависит от сорта и мы иногда даем рекомендации. Но ведь, чтобы дать рекомендации, надо собрать семена, вырастить вот это поколение своих семян и только после этого дать рекомендации. Поэтому процесс формирования таких рекомендаций на самом деле довольно долгий и хлопотный, но мы их вам даем. Что же касается технологии выделения семян из томата, то в принципе она не является сложной. И множество блогеров дают действительно толковые советы относительно того, как помидорики снимать, как их надо дозаривать. Вот сразу возникает часто вопрос, вот помидор надо снять, первый помидор с первой кисти, все остальные не гондятся. Нет, ребят, с точки зрения генетики, все семена на всем растении, во всех томатах являются генетически идентичными. Другое дело, что есть риски, что прилетят опылители, шмели, трипсы прибегут и принесут пыльцу с одного растения на другой. Но для этого есть легкий способ, мы показывали его в роликах, заизолировал ваточкой и живи спокойно. Любой цветок, не обязательно с первой или какой-то еще кисти. Вторая причина, по которой, возможно, кто-то рекомендует собирать томаты на первых кистях, связана с распространением болезней. Что в более позднем периоде, как правило, приходит кладоспариоз, фитофтороз, фузариоз, вертицелез, серая и белая гнили, бактериальные заболевания, там все-все-все на свете. Поэтому, вроде как, первые плоды освобождены от этих болезней и меньше рисков. Ну, в какой-то степени, да, это верно. Но если вы в полной мере обеспечиваете технологию выращивания томатов, используете препараты для защиты растений, поэтому это тоже не имеет такого существенного значения. Третья причина, по которой, возможно, рекомендуют собирать с первых кистей томаты, связана с питанием томата. Томат должен быть накормлен, он должен быть полноценным, полноценные семена должны образовываться, но это просто решается регулярными подкормками. Поэтому, даже сейчас, во второй половине сезона сбора томатов, если вы все-таки решите собирать свои семена, делайте это без опаски. Томаты можно убирать в состоянии полной спелости, это, конечно, лучше. Лучше обозначить томат какой-то веревочкой, например, завязать на плодоножку. Это вот у меня белорусский сорт Бум. Завязать на плодоножку и здесь пометить, что это томат на семена и дозарить его подольше. Тогда, конечно же, семена там нальются как следует. Помните, что если вы собираетесь собирать собственные семена, обязательно делайте внекорневые обработки и корневые микроэлементы, но внекорневые более эффективные, потому что все эти микроэлементы попадут внутрь семян и обеспечат полноценный, хороший, полнокачественный рост будущих сеянцев. Это очень важно. Но семена также можно собирать в состоянии неполной спелости и потом дозаривать. Томат обладает замечательным свойством с склонностью к дозариванию. В принципе, можно даже убрать вот такую вот зеленую почти репку, да, с началом окрашивания, но которая достигла полного размера. И даже из нее можно выбрать полноценные семена. Для этого надо томат дозарить. Как его правильно дозарить? Многие дозаривают его, ну, вот такой буренький томат, да, еще лучше. Дозаривают до состояния такой, ну, жижи, понимаете, когда он уже полностью расползся. Нет, этого делать не надо. Вот тоже бум, немножко нехарактерная, более такая другая форма, но тоже хороший, красивый, такой промышленный томатик. Пахнет, слушайте, вообще бум-сорт, уже пахнет просто, просто вот томат. А не надо доводить его до состояния раскисания. Это может вызвать преждевременное прорастание семян внутри плода, прокрашивание вот пигментами, которые в плоде содержатся, оболочки в красный цвет, в темные цвета. Они потом темнеют, вы пугаетесь, что они плохие, гнилые, начинаете выбрасывать. Просто не надо выдерживать томат слишком долго. Когда выделять семена из томата? Когда он станет мягкий? Вот когда на ощупь он стал мягкий, легко мягкий, вот это сигнал к тому, что семена надо выделить. Дальше все очень легко. Был у нас ролик на канале про цветок, я выделял стаканчик, выбраживать, семена поднялись, промыть ситечки, все. Но я вам хочу в этом процессе дать один совет, ну, пожалуй, ключевой во всем этом ролике. Обязательно, когда вы уже выделили семена, разрезали, вот эту вот мякоть, жижу эту всю вместе с семенами выделили, обязательно на стакан воды добавьте хотя бы чайную ложку, а лучше столовую ложку препарата бактоген или препарата сенной палочки, любого другого. Добавьте. И вот в эту воду выделите семена, чтобы семена бродили не в собственном соку, а вот в этой вот воде. Вы можете добавить туда этого раствора с сенной палочкой 50 на 50. 50% это вот эта томатная жижа с семенами, и 50% это вот этот вот препарат сенной палочки разведенный. Что это даст? Кроме того, что это защитит от плесневения, защитит от развития всевозможных патогенов, которых вы не видите, даже визуально здоровый томат, все хорошо, однако же там это все может быть. Вот чтобы все это не развивалось, надо обязательно добавить сенную палочку. Это один. И два, что гораздо главнее, в процессе вот этого выбраживания семян, надо помнить, что сенная палочка является эндофитной бактерией, то есть она проникает внутрь и приносит помощь изнутри растению. Она попадет под оболочку семян, она заселит содержимое семян, она уже будет на проростке, когда семена начнут прорастать, и вам не надо будет беспокоиться о протравливании. Вот эти сухие семена собственного сбора вы можете либо намочить для проклевывания, либо непосредственно посеять в грунт для получения сеянца в будущем году. И это очень хорошо, потому что вы точно будете знать, что ваши семена биологически защищены уже заранее, на самых ранних стадиях развития проростка, когда только происходит набухание семян, ваши семена уже защищены. Сенная палочка будет внутри семян. И это, как я еще раз повторюсь, будет очень хорошо и будет обуславливать такую сверхполноценность ваших семян. Что ж, несколько, как надеюсь, полезных нюансов, которыми вы вполне можете воспользоваться. Но если кто-то уже выделил семена и больше не планирует выделять семена, то в этом случае просто запаситесь этими препаратами сенной палочки для того, чтобы провести протравливание семян, заселение семян вот этими препаратами. Это, конечно, чуть менее эффективно, но все-таки лучше, чем ничего. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!